Год науки в Беларуси завершился, но молодым и активным подводить итоги и почивать на лаврах некогда. Новые ориентиры уже заданы. Символично, что региональный конкурс разработок «100 идей для Беларуси» развернулся в Брестском научно-технологическом парке. Именно здесь концентрировано и развивается предпринимательство. Осуществляется инновационная деятельность. Поддерживаются перспективные стартапы. Данным проектом пытаемся вызвать у молодежи интерес к занятию наукой, к предложению своих идей, к самореализации молодого человека. Поэтому в этот период деятельности нашего проекта уже более тысячи различных идей было ребятами предложено. Ряд идей на республиканском уровне были представлены, наши лучшие проекты. И можно констатировать уже более 50 таких серьезных проектов, которые молодые люди уже в стадии реализации. Самое главное именно в сегодняшнем мероприятии, это в том, чтобы увидеть и оценить те тенденции, которые движутся в молодежь. Что их интересует, что им нужно. И выбрать пару проектов, которые реально можно было бы воплотить в жизнь. Помочь деятелям рассказать, как это сделать. В этом конкурсе «Стой идеи для Беларуси» превалируют все-таки социальные составляющие, социальные проекты. Но есть и коммерческие проекты, которые в дальнейшем могут перерасти в предприятия и, возможно, и в большие предприятия. Самая главная цель – это найти, помочь и поддержать в дальнейшем. На выставке 47 инновационных проектов с самой разной тематики. Образование, здравоохранение, IT, производство, социальная сфера, культура, история. Все конкурсанты знают, как превратить хобби в бизнес, уверены, что зарядки для мобильных должны быть на основе солнечных батарей. И считают, что создавать самые неожиданные предметы сегодня можно и нужно с помощью 3D-принтеров. К слову, это лишь малая часть представленных работ. Вне зависимости от номинации и тематики, каждая идея по-своему уникальна. Мы занимаемся проведением тренингов, мы обучаем людей креативному мышлению, также, как делать проекты, как их создавать. Обычно, когда мы приходим в школу и работаем со школьниками, они думают, что проектный менеджмент и работа с проектами – это бумажная волокита. Это много именно документов, которые нужно заполнять, но на самом деле это не так. Это создание концертов, проведение игр, организация различных мероприятий, чем мы, в принципе, и занимаемся. И мы обучаем школьников и студентов делать это уникальным образом, то есть быть непохожими на другим. Лейтмотив проекта – не только найти идею, но и дать ей жизнь. Шанс на реальное воплощение – это не пустые слова. Сегодня сложно поверить в то, что пару лет назад создание молодежного патриотического центра в Брестской крепости было лишь идеей, запечатленной на бумаге. Проект стал победителем областного этапа, а сегодня воплощается в жизнь. Это яркое доказательство того, что механизм проекта «100 идей для Беларуси» функционирует исправно. После проведения таких региональных выставок пытаемся синтегрировать ребят с органами власти, с заинтересованными структурами, посоветовать. Проводим стартапы по реализации проектов, чтобы потом ребята понимали, где можно воплотить свою идею уже в жизнь. 15 призеров областного этапа представят регион в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Он состоится в феврале. Участие в проекте не гарантирует победу, но обеспечивает одно – приобретение колоссального опыта для того, чтобы, быть может, через пару лет опять прийти в технопарк. Только уже не в качестве студента, а в статусе резидента. Субтитры создавал DimaTorzok